Не пройти, не проехать. У деревни Калина в Калибедянского района шлагбаум выставили ещё в субботу. Река Дон здесь поднялась буквально за считанные часы, и переправа между двумя сёлами ушла под воду почти на метр. Сейчас эти бурлящие потоки интересуют лишь спасателей. Сегодня на берег Дона приехала целая инспекция. Сергей Кузнецов не расстаётся с фотоаппаратом. Нужно запечатлеть, как разлилась река, чтобы ответить на самые главные сейчас вопросы. Есть ли угроза размытия берега, потопления домов? Ну, здесь, конечно, нет. Оцениваем обстановку. В самой деревне обстановку уже оценили. Эту картину они видят каждую весну и давно привыкли. ЧП не может быть, в принципе, по большому счёту, потому что отрезанного ничего нет, если бы люди оставались на каком-то острове, то да. А так, вот у жителей из деревни Калиновки по асфальтному покрытию 11 километров до города Лебедяне. Но до Лебедяне не все могут добраться. В самой Калиновке нет ни магазинов, ни медпункта. Всё осталось в соседнем селе. Выручает стариков автолавка. В паводок она всегда привозит самое необходимое. От спичек всё есть. И хлеб, и облако, и творог, и сметану, и масло. И растительные. Ну всё есть. Впрочем, запасы здесь никто не делает. Вера Борисова прожила в Калиновке всю жизнь. И помнит, какие были паводки. А сейчас что? Так курам на смех. Скот увозили на край той деревни. Детей всех, малышей. И какие уже повзрослеют они самые. А это всё увозили, в дом собирали. И там переждали, пока паводок проходит. В этом году эвакуировать никого и никуда не будут. Там, где размыло дороги, установят круглосуточное дежурство. А в главном управлении МЧС уже делают прогнозы. И они весьма благоприятны. В этом году сильного паводка в области не будет. Возможно, размоют мост у села Преображеновка Добровского района. Вода придёт и в несколько сёл Чеплыгинского района. Но ненадолго, уже в апреле, реки вновь вернутся в свои берега. И половодье в регионе завершится. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК Новости.